Всем привет, друзья, с вами я, Крамер, мы продолжаем проходить мод Двойники в правовом времени и народ, я перешёл в Тёмную Долину и будем сейчас искать Архивариуса. Тут вообще кругом одни мутанты, да, наёмники, вот они, всё красные, все к нам враждебные относятся, окей, погнали выносить. Давайте, опа, источник пси-звучения находится в подземной лаборатории, но мы-то не пойдём, пока что. Давайте побегаем, пополняем квесты на свободовцев, артефакты, артефакты, мне кажется, тут всё усеяно будет, потому что, да, да, вот как раз никто особо не ходил, чуваки какие-то валяются на базу свободы, мы пока, друзья, не пойдём, я потом схожу, потому что, мне кажется, потом нас туда ещё отправят Лукаш, Лукаш, побегать, посмотреть. Тихо! Это фантом был. Не, ребятки пустые. Погнали за Архивариусом. Мутантов, конечно, тут немерено, где-то тут контролёр бегал. Не знаю, потом к ним мы сбегаем, посмотрим. Окей, народ, находимся мы возле болот, где у нас лежит Архивариус, и тут псевдоплоти. Завалил я их, вижу там вдалеке артефакты такие нехилые. Окей, я так понял. Оба-на, что это, выброс, что ли? Это у нас Костюк, Свобода, Костюк, ё-моё, как же так? И флешка, флешка Архивариуса Свободы. С координатами спрятанного им гаджета с архивом группировки. Также содержит часть кода по расшифровке архива. Новый приоритет, взять кейс с архивом, спрятаться от выброса. Так, больше тут ничего нету, нет, тут ничего нету. И у нас пойдем собирать грибы наши. Окей, один. Где еще артефакты? Так, уберем его. Отличный пузырь. Их тут куча, но они в аномалии, в аномалии походу все. Окей, друзья, переждем выбросы, тогда продолжим. Окей, друзья, переждали мы выбросы, мы находимся вот тут на ферме. Тут у нас чуваки какие-то, наемники прибежали. Ё-моё, их тут куча просто. Что-то гранат в меня решил взять, не граната, измором. Убегаем отсюда. Сейчас. Сейчас все будет. Э, а где вот тут паскуды? Ё-моё, дымовая завеса эта. Дымовую, что ли, кинул? Гляньте, там и бюлеры прибежали. Там, походу, вся эта шабла. Так. Где еще? Там же еще зомби бегали. Ну, завереща малый. Кого-нибудь убили из их них? Нет, они все внутри. Угу, где-то тут контролер у нас. Где-то он на мозги нам капает. Пустой. Народ, сейчас я нахожусь на базе свободы. Да, уже брошенной. И нам нужно найти тут кейс. Кейс с информацией о... Там вроде архивы, да, свободовцев были. Сейчас, момент. Тут просто обосновались наемники. Да, надо их немного. Выпроводите отсюда. Ё-моё, сколько же там этих плутергейстов? Просто немерено летают. Ну, и артефактов тут я, конечно, понабрал. Нехило так. У меня инвентарь забитыми. Ладно, давайте по заданию проверимся. Сверимся. Взять кейс с архивом. И что там? Взять спрятанный архиварисом архив группировки свободы. Что ж. Делов-то. Взять, да и все. Во как, БТР тут. БТР-то не круто. Друзья, там еще труп есть. Но я его позже проверю. Тут мне просто... Одна мыслишка. Дверь заперта. А, нет. Значит, придется нам сейчас смотреть его. Этот труп. Хорошо. Где мы сколько всего этого? Прозвожили вещей. Все помещения базы открываются личным ключом Чехова. Необходимо найти ключ. Дверь заперта. Новый приоритет. Живого или мертвого найти. Свободиться с ключом Чехова. Все помещения базы открываются. Понятно, да? Вот, народ. Ну, в принципе, он вон там где-то лежит. Тут проход у нас закрыт. Его ничем, не знаю, по-моему, не возьмешь. Полезли мы через окошко. Что ж поделать. Придется прыгать. Я бы, если прыгнул с такой высоты, ну... Наверное, я бы больше не играл в сталкер. Где он, полазил я еще по этой кишке? Вроде тут ничего нет. Хотя в ПДА написано. Но, опять же, ребята на форуме писали, что, типа... Вот и так отсылки к артефактам смерти, что-то такое. Ну, вот. Так что ничего я не нашел, к сожалению. Что очень хреново. Может, там есть какой-то тайничок? Но нет. Нет. Всю кишку я там облазил. Может, в трубе? На затворках. Надо еще трубу, кстати, облазить. И тогда там посмотрим. А, он этажом выше находится, значит. На крыше. Тут не угадаешь с первого раза. Вот он у нас. Кто тут? Питон. Привет, Питон. Спасибо тебе за денежку, за ключик, за тайник. И какой-нибудь скалаш. Состояние получше, чем... Народ-момент. Нет. Не лучше. Выбросить. Давайте залезем в помещение Чехова. Ему лететь-то далеко. Тихо. Тихо ты, тихо, 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 тихо. Все нормально. Кабинет как кабинет, приемник. У меня такой же стоит дома. Почти. Компьютер такой же системник. Окей. Тело Чехова отсутствует. Это наводит на мысль о параллельных реальностях. Ух ты, приход-то. Ничего себе крутой. Нужно, друзья, будет найти вот эту вспышку белую. Или выйти с карты, зайти по новой. И попасть в другую реальность. Тогда, может быть, мы найдем тело Чехова. Вот о чем я говорил. Какая у меня мыслишка. Может, просто в будущем дадут нам квест его найти как раз. И пойдем выполнять. Ладно, нам сейчас архив надо взять. Кейс с архивом. Вот он, родной. Как у меня по весу там. Ну, я думаю, должен, да. Взять кейс с архивом. Доставить архив командиру свободовцев. Окей. Переход у нас есть здесь? Сейчас проверим переходы. Переходов, к сожалению, нету. Я думаю, такой переход постоянный какой-нибудь будет. Придется нам использовать галенитовый пробой. Где он у меня? Галенитовый. Чтобы попасть по новой. На армейские склады. Нет подходящих. Чего? Червоточин. Что за дела? Придется искать. Итак, друзья. Перешел я в долину фей, как я понял. Ага. На тяжелых и переходы. Воспользуюсь я вот этим переходом, который в оригинале ведет на свалку. И попал в долину фей. Ну, я за все время играл в сталкер. По-моему, только один раз был на этой локации. По-моему, путь человека, шахт, неизвестность, дежавю. Да, вот тут она встречается, эта локация. Ну что ж, пойдем искать живых. Посмотрим, что пришлось мне переключить на астатику. Там уж тут определенные вылеты были. Окей. Я вижу. Вижу, вижу, что тут кругом деревьев, аномалии. Какие-то. Живых найти. Нам надо архив доставить. Архивариса. Так, что тут Дэдзон детекта покинут за 4 секунды. Ну нахрен, что такое? А что там? Какая-то туманка какая-то. Что это? Хм, ну ладно. А, во, и важный персонаж появился на карте. Странно все это. Лес феи, долина феи. Мы же нашли с вами артефакт. Смерть феи. Может как-то он ей пригодится. Не знаю. Побегаем, посмотрим. Важный персонаж. Фея лесного домика. Так вот ты какой путник. Подойди поближе. Что за... Друзья, что это вообще такое? Подхожу. Торговать нельзя. Подождите. Приход какой-то у нас идет. Нехилый такой приход. Причем наркота какая-то. Фиолетовая, красная. Все. Домик. Аккуратно к нему подойдем. Потому что мне кажется тут... Сейчас будет какое-нибудь веселье. И неожиданно ночь наступила. Да? Что вообще радует. 12. Может 12 ночи? Нет. Хотя был день. Как так резко-то. Подождите. К трупу подойдем. Ну и нахрен. Потихоньку. Ага. Могильщик. Свобода. Паучная информация о координатах перехода. Только где он переход? На локации тут есть? Нет. Я не вижу. Может нужно будет побегать? Пока что я не вижу. В домик давайте зайдем. Ух ты. Ничего себе. Что за наркотики? Что с ним? Ты куда полетела? Друзья. Во дела. Дома летают. Такого я еще не видел конечно сталкеры. Во. Еще ближе. Да подхожу я. Подхожу. Подхожу. Это нас кто? Народ. Вы узнали кто это? Это хизер вроде. Из этого. Из Салент Хилла. Третьего. Так. Нафиг сохраниться. Сохранились вроде. Ага. Фея лесного домика. Вот теперь я и сама вижу. Что ты. Ммм. Подходишь. Стой там где стоишь. Стою. Чего с такими зверствами? Людей к себе пускаешь. И вообще кто ты? И чего ты тут делаешь? Во первых. Это не я сюда никого не пускаю. А кто не знаю. И про какие ты там зверства говоришь. Мне неведомо. Во вторых. Я не люблю когда меня тревожит. И даже очень рада. Что кто-то тут так все устроил. Тут птички поют. А мутанты бывают такими милыми. Не то что мои прежние. В третьих. Судя по тем. Кто тут до тебя. Ко мне приходил. Я очень. Изделек. 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 Йокка. Молодец. Ты что что ты. Изделек. Единственное мне знакомое существо тут у вас. Это вон те адские песики. Но ненавижу я их так же. Как и раньше впрочем. Опа. На вот это у тебя приход. Да заради чего же я столько местных накрошил. Опешил Шарам. Да как же ты тогда попала сюда? Как как? Заснула. Едва закончился мой кошмар. А проснулась уже здесь. Как Элли. Попавшая в страну Озу. Элли. Девочка из Арканзеса. Нет. Как Элли. Фея. Убивающего домика. Ха-ха. А ту его. Ёп дела. Сейчас друзья походу как этот мокруха. Вообще разбор какие-то. Ладно. Мы попытаемся быстро сохраниться. На всякий случай. Ага. Сохраняем. Прошло. Нет. Меня куда-то тянет. Тянет к девке. И все. Народ. Вторая попытка. Девка. Девка. Не бей меня. Ага. Одна пошла. Вторая пошла. Третья пошла. Девка. Вроде всех убил. Ты что за твоя мать такое. Че это такое. Что за ерунда. Ты что за хреновина такая. Ты бюрр голый. Кстати друзья. Он не красный. Может с ним можно поговорить. Потому что это приход вообще наркоманский. Вот кстати. Когда я убивал этих чувих. У меня был. Стабильный вылет. Вариант. Перешел на статику. И все нормально. Друг кому поможет. Дружище. Мы хотим поговорить с тобой. Ты вообще. Ты нормальный. С тобой поговорить нельзя. Меня куда-то тянет. Вообще какая-то наркомания творится. Просто наркотики какие-то. Короче друзья. Немного я тут полетал в воздухе. И нашел что тут есть вторая вот эта хреновина. И походу она не одна. Вторая. Фея это или не фея. Но что-то потихоньку какой-то звук пошел. Приход. Какой-то гонг. Не знаю. Что тут у тебя есть. Ничего у тебя нету. Бежим отсюда. Ё-моё. Это вообще наркоманский приход. Итак народ. Перешел я обратно на свалку. Потому что там вообще какая-то наркомания в этом лесу фея творится. Ну понятно из названия. Переход он в принципе здесь. Обижал я все. Ничего там нету. Единственное что там обелиск находится из этого из Дэдспейса. И домик летающий. В принципе больше ничего. Там вот аномалия в центре. Окей. Тут у ребят появились новые квесты какие-то. Угу. Раздобыть и принести заказчику смартфон разведчика погибшего в Лиманске. Угу. Наемник. Мы бы могли использовать твою помощь. Наш товарищ. Пробрав все таки в Лиманск. И возможно прошел. И дальше. Он где-то недалеко. От выверта в рыжем лесу. Нам нужны его записи. Ты понял меня? Награда будет хорошей. Конечно я понял. Раздобыть и принести заказчику смартфон разведчика попавшего... Побывавшего в Лиманске. Где он на карте-то? Сейчас мы посмотрим. А, все-таки в рыжий лес надо идти. Ребят, что-то я подумал и решил все-таки перейти... Что это такое? Нет. Перейти в бар. Потому что нам необходимо узнать. Что-то вообще как-то дикость с этим баром творится. Просто народ фризит. Фриз на фризе. Ну мне кажется, тут народ просто дохренищий или что-нибудь такое. Ничего себе тут машинок понаставили. Мы подойдем в бар, ты не переживай. Открыто, шикарно. Подождите, подождите. А, это в баре под землей. Хорошо. Вот, что-то дико фризило вообще в начале. Хочу узнать, что... Кого мы ищем там нам? Лукаш говорил, что типа... Информация по сталкерам. Кого-то мы там ищем. Сейчас мы узнаем у кого-нибудь, кого мы ищем. Вот этот чувачок. Давай, командир отряда. Аферист. Да? Правильно, аферист. Ну привет, ты готов? У Путергейстов... Тут говорят, у Путергейстов сезон размножения. Ну что, сейчас будет начеку. Я-то начеку. Нет, народ. Мы сейчас рацию взяли, поэтому мы, собственно, ничего тут не можем. Ты у нас тут тоже ничего. Обычные сталкеры. Пойдем на вход, сходим. Там уж как-то неожиданно нас телепортнуло. Вперёд в одну сторону бросил, потом во вторую. И мы как-то вон тот участок просто пробежали. Тупо ничего не получилось. Ага, понятно. Все живы, ребят. Всё отлично. Кровушки тут пустили кому-то. Нет, эти сталкеры, походу, они вообще ничего не говорят. Никакие задания не дают. Но там переход огромный. Конечно, я уже вижу, что его засели просто деревьями. Нехило. Так вообще отлично. Нет, пойдемте в бар. Надо где-то там задание будет искать. С барменом поговорить. Потому что это так обычный пропускной пункт какой-то. Нет. Периодически надо смотреть вот эти слухи какие-то. То, что рассказывают. Можно что-нибудь известное. Что-нибудь интересное, то есть, услышать. Привет, брат. Здорово тебе. И тебе тоже привет. Не хворать. Дощечку убрали. Ты там рэпчик читает. Так что это вообще-то. Какой-то жесткач, друзья. Трэшак полный. Так, и тебе привет. Лоцман. О, привет. Ты, говорят, один из лучших ходоков зоны. Да, пусть. Да, пусть, что хотят, говорят. Есть у меня зоны, кое-какие взаимоотношения, что ли. Другие чутьем это называют. Ну и какие планы теперь? Ммм, да вот. Шепнул мне один чел, что в Лиманске открылся проход на Выжигатель 2. Но там, но есть травла. В Лиманск попасть непросто. Хмм. А я ведь и сам не прочь в Лиманск попасть. Ну вот. Если свидимся там, может и покажу, если найду до того. Если найду до того тропку на тот Выжигатель 2-й неведомый. Кстати, ты ведь наверняка дальше в зону уйти хочешь. Так вот, глянь в смартфон. Сегодня открылись многие давно нехожные тропы в зоне. Теперь мы в цене снова. Только через нашего брата-проводника можно в недоступные места дойти. Хотя, обстановка в зоне все время меняется. И это парт, наверное, ненадолго. Ооо. А то я вижу в курсах, что в зоне творится. Слушай, не расскажешь мне, что за хрень с переходами в смартфоне теперь? То они есть, то нет. То не видно, а есть. Что за... Ну, в общем, ты понимаешь. Ух, друзья, вот это девушек. Ну, это простые сталки. По зоне ходят, уткнувшись в смартфон. Мы же. Вот, смонокину взглядом шрама. А, ну ладно. Слухай сюда и запоминай. Переходы бы о нашим временам такие. Адекватно распознанные и верно... Погиб отряда свободы. Где? На складах в темную долину. Угу. Адекватно распознанные и верно отображенные в смартфоне. Отображенные, но неправильно распознанные. Распознанные, но не открытые. Открывающиеся и отображаемые при этом в смартфоне. Открывающиеся, но не отображаемые. Отображаемые знаком вопроса. Куда, чего ученые наши еще не забрались. Не отображаем и ни при каких раскладах, но иногда в зоне можно найти информацию по их точным координатам, будь внимательным. И ещё, есть слухи о каких-то загадочных перекрёстках пространства, и главное, их ценность якобы, что они есть всегда. Заценил? Причём, что-то из этого разнообразия доступно не сразу, а открывается по мере блуждания по зоне, запомни. Ну и от того, что в зоне делаешь, конечно же тоже. Балакал я обо всём этом недавно с дедом в рыжем лесу. Да, но старый совсем, видимо, рехнулся. На все мои рассказы только ухмылялся и поговорил. Зона балует, зона балует, сынок. Лады, спасибо за инфу, удачи тебе. Друзья, в принципе, он нам немного разъяснил по переходам, то, что бывают такие, 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 распознанные, нераспознанные вообще, которые хрен распознаешь, и перекрёстки пространства. То есть, переход в другие реальности, возможно, при определённых условиях, как-то там, по мере прохождения, будут появляться, и мы будем туда прыгать, переходить. Окей. Осведомители. А, я хотела, короче, возможно, тебя это интересует. Да ничего, да нет. Угу, угу, угу. Что ты знаешь о тёмной овощине? Как можно попасть? Где можно одеть? Что знаешь от них, как кланов? Спасибо, чувак. Пока что мне от тебя ничего не надо. Бармен. Слушаю тебя. Мы сперва всех окинем. Итак, ребят, бармен, что ты нам расскажешь? Моё враждебное любопытство не оставляет мне шансов не задать тебе пару вопросов. И что именно тебя интересует? Врождённый ты наш любопытоман. Что ты знаешь о стрелке? Знаю, что он шатается по бару, уже неделю бухает, и уже задолжал мне немеренно. Баба. За халяву. Кому можно слить документы? Осведомитель воды. Что сейчас в зоне после выбора сотворится? Надеюсь, это бесплатно. Бесплатно, если закажешь у меня дежурный. 100 грамм. Ну, в общем, если вкратце, то тем, история, судя, что сталкеры-дигеры в баре трепят зону, пока Боро колбасил в этот раз нехило. Сказать просто. Это теперь другая зона. Вовсе не та, что была неделю назад. Сказать что-то более подробно не могу. А врать не имею привычки. Мало ещё народу в баре с последним выбросом побывало, чтобы иметь полную картину. Полную картину, если так можно сказать, только у хранителей карты. А хранители карты в яйце. А яйцо в утке. Ну и так далее. А так далее можно было бы внятно и без излишнего мифологического... А так далее можно более внятно и без излишнего мифологического юмора. Меня сейчас больше интересует другая информация. Угу. Слова-то какие. Где понабрался наёмник? Даром, что морда кирпичом. Если бы из юмора притащили в бар новую легенду. Что есть, мол, в зоне группировка. Не группировка, банда, не банда. В общем, секта какая-то. И типа зовут они себя хранители карты. С большой буквы. Заметь. С большой потому, что есть, мол, у них карта всех переходов в зоне. И не простая. А живая как будто бы. То есть, карты как в Гарри Поттере, да, ё-моё? Всё, что в зоне меняется. Но на ней так же отображается. И ты сам часом ничего к этому добавить... А ты сам часом ничего к этому добавить не можешь? Всё-то только, всё-то только об этой карте толкует. Промежь друг друга, а? Впервые слышу. А дальше? Дальше, дальше. Пошлют подальше. Вот чё. В общем, кто инфу принёс, получил вчерась. В общем, кто инфу принёс, получил вчерась упокоя от собачек местных. А добавить ничего не успел. Вот и гадают все. Набрехал мужик или нет? Хм, не знаю. Такого раньше слыхом не слыхивал в зоне. А что о новых землях толкует народ? Открылись переходы на новую территорию, не знаешь? Пооткрывалось столько, что хоть, да, детям местом живы. Мать, столько сталкеров там после войнушки недавней в зоне. Сгулькин хрен осталось. Все почти друг друга перебили. Идиоты, мать их. Зла не хватает на дебельё. Что тут войнушку устроили? Все планы под корен. Все экспедиции и контракты. Все прежние договоры. Все чернобыльские... Всё чернобыльском пусу под хвост. Да. А мне-то каково? Всё, считай, заново приходится начинать. Меня и новички-то толком не знают. Даже стремаются сюда с кордона и свалки идти. Ветеранов мало... Мало. Или пропадают где-то в зоне. Может, кто с хорошим хабаром и вернётся, чтобы двинуть тут. Хорошо хоть вся эта группировка, чтобы однушку затеяла. Мать её, чисто небо злалась. Почистую сгинула. А кто не сгинул? Сам свою голубую форму себя содрал. Вот такие дела. Упасть не встать. Упасть. Кстати, в то время, как ползоны друг к дружку в расход выходило, самые матёрые сталкеры продолжали зону изучать. И теперь слух пошёл, что под этой нашей зоной существует ещё одна. Подземная. И что будто бы она чуть ли не больше, чем зона наверху. Вот куда бы упасть следовало. Небось, ништяков там мамы небаву и сколько. Кстати, диггеры мне сообщили, что скоро их отряд через бар пройдёт и прямиком направится в лес забвений, между прочим. Барман, оценивающий поглядев на шрамы, как бы подначивая. А тебе, мол, не свобод с ними? Ну, не увидев никакой реакции, отвёл взгляд. Вот так, вот такой барман хитрый свободе тебе. Так, лады, сейчас после... Спасибо, ё-моё. Ух ты, ё-ки-палки, друзья. Я бы села-то купить. Да за милую душу надо покупать её. Давай сейчас. Сколько она будет иметь? Мне, кстати, перевес. Ладно. Килограмм девять. Я надеюсь, что она... Да, ходить можно. Нужно найти... Какого-нибудь чувака квестового. Кто нам даст задание, что-нибудь такое. Пока что мы узнали обстановку. Только что творится в зоне. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, мы закончим сегодняшний наш выпуск. В следующий раз мы уже пойдём как раз отдадим свободовцам этот кейс с документами. Кстати, я сейчас немного побегу. Посмотрю, кто тут вообще есть. Ну, так, побегу вроде. Чё-то я не нашёл этого стрелка, который бухает. Тут, как говорит бармен. Может, плохо искал. Зато вон там есть такой чувак Азот. Очень крутой. Мы у него улучшим наш костюм. И, да, в следующий раз ещё как раз с бегом мы возьмём смартфон в рыжем лесу. И всё у нас будет круто, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Тут сейчас будет какой-нибудь веселье. И неожиданно ночь наступила. Да, что вообще радует. Двенадцать. Может, двенадцать ночи нет. Хотя был день как-то резко-то. Подождите. К трупу подойдём. Ну и нахрен. Потихоньку. Ага. Могильщик. Свобода. Получена информация о координатах перехода. Только где он, переход? На локации тут есть? Нет, я не вижу. Может, нужно будет побегать. Пока что я не вижу. В домик давайте зайдём. Ух ты, ничего себе. Что за наркотики? Чё с ним? Ты куда полетел? Друзья, во дело. Дома летают. Такого я ещё не видел, конечно, сталкеры. Во. Ещё ближе. Да подхожу я, подхожу. Подхожу. Это нас кто? Народ, вы узнали, кто это? Это Хизер вроде. Из этого, из Салент Хива. Третьего. Так. Нафиг сохраниться. Сохранились вроде. Ага. Фея листного домика. Вот теперь я и сама вижу, что ты подходишь. Стой там, где стоишь. Стою. Чего с такими зверствами людей к себе пускаешь? И вообще, кто ты? И чего ты тут делаешь? Во-первых, это не я сюда никого не пускаю. А кто, не знаю. И про какие ты там зверства говоришь, мне неведомо. Во-вторых, я не люблю, когда меня тревожат. И даже очень рада, что кто-то тут так всё устроил. Тут птички поют. А мутанты бывают такими милыми. Не то, что мои прежние. В-третьих, судя по тем, кто тут до тебя ко мне приходил. Я очень изделёк... Изделёк... Изделёкка. Молодец ты. Что, что ты изделёкка? Единственное мне знакомое существо тут у вас. Это вон те адские пёсики. Но ненавижу я их так же, как и раньше, впрочем. Опа, на вот это у тебя прихода. Да заради чего же я столько местных накрошил? Опешил Шарам. Да как же ты тогда попала сюда? Как как? Заснула. Едва кончился мой кошмар, а проснулась уже здесь. Как Элли, попавшая в страну Озу. Элли? Девочка из Арканзеса? Нет. Как Элли, фея убивающего домика. Ха-ха. А ту его. Ёп, дела. Сейчас, друзья, походу, как этот мокруха. Вообще разбор какие-то. Ладно. Мы попытаемся быстро сохраниться. На всякий случай. Ага, сохраняем. Прошло. Нет, меня куда-то тянет. Тянет к девке. И все. Народ, вторая попытка. Девка, девка, не бей меня. Ага. Одна пошла. Вторая пошла. Третья пошла, девка. Вроде всех убил. Ты что за твой мать такое? Чё это такое? Что за ерунда? Ты что за хреновина такая? Ты бюррговый. Кстати, друзья, он не красный. Может, с ним можно поговорить. Потому что это приход вообще наркоманский. Вот, кстати, когда я убивал этих чувих, у меня был стабильный вылет. Прям перешел на статику и все нормально. Друг кому поможет. Дружище, мы хотим поговорить с тобой. Ты вообще, ты нормальный. С тобой поговорить нельзя. Меня куда-то тянет. Вообще какая-то наркомания творится. Просто наркотики какие-то. Короче, друзья, немного я тут полетал в воздухе. И нашел, что тут есть вторая вот эта хреновина. И, походу, она не одна. Вторая. Фея это или не фея? Ну, что-то потихоньку какой-то звук пошел. Приход, какой-то гонг. Не знаю. Что тут у тебя есть? Ничего у тебя нету. Бежим отсюда, ё-моё. Это вообще наркоманский приход. Итак, народ, перешел я обратно на свалку. Потому что там вообще какая-то наркомания в этом лесу фея творится. Ну, понятно из названия. Переход, в принципе, он здесь. Обежал я всё. Ничего там нету. Единственное, что там обелиск находится из этого из Дэдспейса. И домик летающий. В принципе, больше ничего. Там вот аномалия в центре. Окей, тут у ребят появились новые квесты какие-то. Угу. Раздобыть и принести заказчику смартфон разведчика погибшего в Лиманске. Наемник, мы бы могли использовать твою помощь. Наш товарищ пробрался таки в Лиманске. Возможно, прошел и дальше. Он где-то недалеко. От выверта в мартфон. Мы же. Вот смонокину взглядом шрама. А, ну ладно. Слухай сюда и запоминай. Переходы бы о нашим временам такие. Адекватно распознанные и верно... Погиб отряды свободы. Где? На складах в темную долину. Угу. Адекватно распознанные и верно отображенные в смартфоне. Отображенные, но неправильно распознанные. Распознанные, но не открытые. Открывающиеся и отображаемые при этом в смартфоне. Открывающиеся, но не отображаемые. Отображаемые знаком вопроса, куда чего ученые наши еще не забрались. Не отображаемые ни при каких раскладах. Но иногда в зоне можно найти информацию по их точным координатам. Будь внимательным. И еще, есть слухи о каких-то загадочных перекрестках пространства. И главное, их ценность якобы, что они есть всегда. Заценил? Причем, что-то из этого разнообразия доступно не сразу. Открывается по мере блуждания по зоне. Запомни. Ну и от того, что в зоне делаешь, конечно же тоже. Балакал я обо всем этом недавно с дедом в рыжем лесу. Да, но старый совсем, видимо, рехнулся. На все мои рассказы только ухмылялся и поговорил. Зона балует. Зона балует, сынок. Лады. Спасибо за инфу, удачи тебе. Друзья, в принципе, он нам немного разъяснил по переходам. То, что бывают такие, такие, такие. Распознанные, нераспознанные вообще, которые хрен распознаешь. И перекрестки пространства. То есть переход в другие реальности возможен при определенных условиях. Как-то там по мере прохождения будут появляться. И мы будем туда прыгать, переходить. Окей, осведомители. Я хотел, короче, возможно, тебя это интересует. Да ничего, да нет. Что ты знаешь о темной овощине? Как можно попасть? Где можно они? Что знаешь от них, как в кланов? Спасибо, чувак. Пока что мне от тебя ничего не надо. Бармен. Мы сперва всех окинем. Итак, ребят. Бармен, что ты нам расскажешь? Мое враждебное любопытство не оставляет мне шансов не задать тебе пару вопросов. И что именно тебя интересует? Врожденный ты наш любопытоман. Что ты знаешь о стрелке? Знаю, что он шатается по бару. Уже неделя бухает и уже задолжал. Мне немерено. Бабула. За халяву. Кому можно слить документы? Осведомитель воды. Что сейчас в зоне после выбора творится? Надеюсь, это бесплатно. Бесплатно, если закажешь у меня дежурный, 100 грамм. Ну, в общем, если вкратце, то тем. История. Судя, что сталкеры-дигеры в баре трепут зону, пока пороколбасил в этот раз нехило. Сказать просто. Это теперь другая зона. Вовсе не та, что была неделю назад. Сказать что-то более подробно не могу. А врать не имею привычки. Мало еще народу в баре с последним выбросом побывало, чтобы иметь полную картину. Полную картину, если так можно сказать. Только у хранителей карты. А хранители карты в яйце. А яйцо в утке. Ну и так далее. А так далее можно было бы внятно и без излишнего мифологического юмора. Меня сейчас больше интересует другая информация. Слова-то какие. Где понабрался наемник? Даром, что морда кирпичом. Если бы из юмора притащили в бар новую легенду. Что есть, мол, в зоне группировка. Не группировка. Банда, не банда. Это, в общем, секта какая-то. И типа зовут они себя хранители карты. С большой буквы. Заметь. С большой потому, что есть, мол, у них карта всех переходов в зоне. И не простая. А живая как будто бы. То есть, карты как в Гарри Поттере. Да, ё-моё. Всё, что в зоне меняется. Но на ней так же отображается. И ты сам часом ничего к этому добавить. А ты сам часом ничего к этому добавить не можешь. Всё-то только, всё-то только об этой карте толкуют. Промежь друг друга. А, впервые слышу. А дальше? Дальше, дальше. Пошлют подальше. Вот чё. В общем, кто инфу принёс, получил. Вчерась. В общем, кто инфу принёс, получил вчерась у покоя от собачек местных. А добавить ничего не успел. Вот и гадают все. Набрехал мужик или нет? Хм, не знаю. Такого раньше слыхом не слыхивал в зоне. А что о новых землях толкуют народ? Открылись переходы на новую территорию, не знаешь? Пооткрывалось столько, что хоть, да, детям местом жуи. Мать, столько сталкеров там после войнушки недавней в зоне. Сгулькин хрен осталось. Где он, полазил я ещё по этой кишке? Вроде тут ничего нету. Хотя в ПДА написано. Но опять же, ребята на форуме писали, что, типа, это так отсылки к артефактам смерти, что-то такое. Ну вот, так что ничего я не нашёл, к сожалению. Что очень хреново. Может, там есть какой-то тайничок? Но нет, нет. Всю кишку я там облазил. Может, в трубе? На затворках. Надо ещё трубу, кстати, облазить. И тогда там посмотрим. А, он этажом выше находится, значит. На крыше. Тут не угадаешь с первого раза. Вот он у нас. Кто тут? Питон. Привет, Питон. Спасибо тебе за денежку, за ключик, за тайник. И какой у него тускалаш. Состояние получше, чем народ-момент. Нет. Не лучше. Выбросить. Давайте залезем в помещение Чехова. Ему лететь-то далеко. Тихо ты, тихо, 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 тихо. Всё нормально. Кабинет как кабинет, приёмник. У меня такой же стоит дома. Почти. Компьютер такой же системник. Окей. Тело Чехова отсутствует. Это наводит на мысли о параллельных реальностях. Ух ты, приход-то. Ничего себе крутой. Нужно, друзья, будет найти вот эту вспышку белую. Или выйти с карты, зайти по новой. И попасть в другую реальность. Тогда, может быть, мы найдём тело Чехова. Вот о чём я говорил. Какая у меня мыслишка. Может, просто в будущем дадут нам квест его найти как раз. И пойдём выполнять. Ладно, нам сейчас архив надо взять. Кейс с архивом. Вот он, родной. Как у меня по весу там? Ну, я думаю... Должен, да. Взять кейс с архивом. Буду оставить архив командиру свободовцев. Окей. Переход у нас есть здесь? Сейчас проверим переходы. Переходов, к сожалению, нету. Я думаю, такой переход постоянный какой-нибудь будет. Придётся нам использовать галенитовый пробой. Где он у меня? Галенитовый. Чтобы попасть по новой. На армейские склады. Нет подходящих... Чего? Червоточин. Что за дела? Придётся искать. Итак, друзья. Перешёл я в долину фей, как я понял. Ага. Найти живых и переходы. Воспользуюсь я вот этим переходом, который в оригинале ведёт на свалку. И попал в долину фей. Ну, я за всё время игрил в сталкер. По-моему, только один раз был на этой локации. По-моему, путь чайка, шахт, неизвестность, дежавю. Да, вот тут она встречается, эта локация. Ну что ж, пойдём искать живых. Посмотрим, что. Пришлось мне переключить на остатику. Там уж тут определённые вылеты были. Окей. Я вижу. Вижу, вижу, что тут кругом деревьев, аномалии. Какие-то живых найти. Нам надо архив доставить. Архивариса. Так, что-то Дэдзон Детект покинут за 4 секунды. Ну нахрен, что это такое? А чё там? Какая-то туманка какая-то. Что это? Хм, ну ладно. А, во, и важный персонаж появился на карте. Странно всё это. Лес, фея, долина, фея. Мы же нашли с вами артефакт. Смерть феи. Может как-то он ей пригодится. Не знаю. Побегаем, посмотрим. Важный персонаж. Фея лесного домика. Так вот ты какой путник. Подойди поближе. Эээ, что за... Друзья, что это вообще такое? Подхожу. Торговать нельзя. Подожди, приход какой-то у нас идёт. Нехилый такой приход, причём. Наркота какая-то фиолетовая, красная, всё. Домик. Аккуратно к нему подойдём. Потому что мне кажется... Всем привет, друзья. С вами я, Крамер. Мы продолжаем проходить мод. Двойники, правовом времени и народ. Я перешёл в тёмную долину. И будем сейчас искать архиварис. Тут вообще кругом одни мутанты. Да, наёмники. Вот они всё красные, все к нам враждебные относятся. Окей. Погнали выносить. Давайте. Опа. Источник пси-звучения находится в подземной лаборатории. Но мы-то не пойдём. Пока что. Давайте побегаем. Пополняем квесты на свободовцев. Артефакты. Артефакты, мне кажется, тут всё усеяно будет. Потому что... Да, да. Вот как раз никто особо не ходил. Чуваки какие-то валяются на базу свободы. Мы пока, друзья, не пойдём. Я потом схожу. Потому что, мне кажется, потом нас туда ещё отправят. Лукаш. Лукаш. Побегать, посмотреть. Тихо. Это фантом был. Не, ребятки пустые. Погнали за архиварисом. Мутантов, конечно, тут немерено. Где-то тут контролёр бегал. Не знаю. Потом к ним избегаем, посмотрим. Окей, народ. Находимся мы возле болот, где у нас лежит архивариус. И тут псевдоплоти. Завалил я их. Вижу там вдалеке артефакты такие нехилые. Окей. Я так понял. Оба-на. Что это? Выброс, что ли? Это у нас костюк свобода. Костюк. Ё-моё. Как же так? И флешка. Флешка архивариуса свободы. С координатами спрятанного им гаджета. С архивом группировки. Также содержит часть кода по расшифровке архива. Новый приоритет. Взять кейс с архивом. Спрятаться от выброса. Так. Больше тут ничего нету. Нет тут ничего нету. И у нас... Пойдём собирать грибы наши. Окей. Один. Где ещё артефакты? Так. Уберём его. Отличный пузырь. Их тут куча. Но они в аномалии. В аномалии походу все. Окей, друзья. Переждём выброс. И тогда продолжим. Окей, друзья. Переждали мы выброс. Мы находимся вот тут. На ферме. Тут нас чуваки какие-то. Наемники прибежали. Ё-моё. Их тут куча просто. Гранат в меня. Решил взять мне граната. Измором. Убегаем отсюда. Сейчас. Сейчас всё будет. Э, а где вот тут паскуды? Ё-моё. Дымовая завеса эта. Дымовок что ли кинул? Гляньте. Там и бюреры прибежали. Там походу вся эта шабла. Так. Где ещё? Там же ещё зомби бегали. Ну, заверещал малый. Кого-нибудь убили из ихних? Нет, они все внутри. Где-то тут контролёр у нас. Где-то он на мозге нам капает. Пустой. Народ, сейчас я нахожусь на базе свободы. Да, уже брошенной. И нам нужно найти тут кейс. Кейс с информацией о... Там вроде архивы, да, свободовцев были. Сейчас, момент. Тут просто обосновались наёмники. Да, надо их немного. Вы проводите отсюда. Ё-моё, сколько же там этих плутургейстов? Просто немерено летают. Ну, и артефактов тут я, конечно, понабрал нехило так. У меня инвентарь забитыми. Ладно, давайте по заданию проверимся. Сверимся. Взять кейс с архивом. И что там? Взять спрятанный архиварисом архив группировки свободы. Что ж. Делов-то. Взять, да и всё. Во как. БТР тут. БТР-то не круто. Друзья, там ещё труп есть. Но я его позже проверю. Тут мне просто... Одна мыслишка. Дверь заперта. Ага, нет. Значит, придётся нам сейчас смотреть его. Этот труп. Хорошо. Каким из всего этого прозвожили вещей. Все помещения базы открываются личным ключом Чехова. Необходимо найти ключ. Дверь заперта. Новый приоритет. Живого или мёртвого найти свободуца с ключом Чехова. Все помещения базы открываются. Понятно, да? Вот, народ. Ну, в принципе, он вон там где-то лежит. Тут проход у нас закрыт. Его ничем, не знаю, по-моему, не возьмёшь. Полезли мы через окошко. Что ж поделать. Придётся прыгать. Я бы, если прыгнул с такой высоты, ну... Наверное, я больше не играл в сталкер. В рыжем лесу. Нам нужны его записи. Ты понял меня? Награда будет хорошей. Конечно, я понял. Раздобыть и принести заказчику смартфон разведчика, побывавшего в Лиманске. Где он на карте-то? Сейчас мы посмотрим. А, всё-таки в рыжий лес надо идти. Ребят, чё-то я подумал и решил всё-таки перейти... Что это такое? Нет. Перейти в бар. Потому что нам необходимо узнать. Что-то вообще какая-то дикость с этим баром творится. Просто народ фризит. Фриз на фризе. Ну, мне кажется, тут народ просто дохренищий или что-нибудь такое. Ничего себе, тут машинок понаставили. Мы подойдём в бар, ты не переживай. Открыто, шикарно. Подождите, подождите. А, это в баре под землёй. Хорошо. Вот, что-то дико фризило вообще вначале. Хочу узнать, что... Кого мы ищем там нам? Лукаш говорил, что, типа, информация по сталкерам. Кого-то мы там ищем. Сейчас мы узнаем у кого-нибудь. Кого мы ищем. Вот этот чувачок. Давай, командир отряда. Аферист. Да? Правильно, аферист. Ну, привет. Ты готов? У Патергейстов... Тут, говорят, у Патергейстов сезон размножения. Ну, чё, всё. Будь начеку. Я-то начеку. Нет, народ. Мы сейчас рацию взяли, поэтому мы, собственно, ничего тут не можем. У нас тут тоже ничего. Обычные сталкеры. Пойдём на вход, сходим. Там уж как-то неожиданно нас телепортнуло. Вперёд в одну сторону бросил, потом во вторую. И мы как-то вон тот участок просто пробежали. Тупо ничего не получилось. Ага, понятно. Все живы, ребят. Всё отлично. Кровушки тут пустянули. Или кому-то. Нет, эти сталкеры, походу, они вообще ничего не говорят. Никакие задания не дают. Но там переход огромный. Конечно, я уже вижу, что его засели просто деревьями. Нехило. Так вообще отлично. Нет, пойдёмте в бар. Надо где-то там задание будет искать. С барменом поговорить. Потому что это так обычный пропускной пункт какой-то. Угу, угу, угу. Угу, угу. Нет. Ну, периодически надо смотреть вот эти слухи какие-то они. То, что рассказывают. Можно что-нибудь известное. Что-нибудь интересное, то есть, услышать. Привет, брат. Здорово тебе. И тебе тоже привет, не хворать. Дощечку убрали. Кто там рэпчик читает? Что это вообще-то? Какой-то жесткач, друзья. Трэшак полный. Так, и тебе привет. Лоттсман. О, привет. Ты, говорят, один из лучших атаков зоны. Да, пусть. Да, пусть, что хотят, говорят. Есть у меня зоны кое-какие взаимоотношения, что ли. Другие чутьём это называют. Ну и какие планы теперь? Ммм, да вот. Шепнул мне один чел, что в Лиманске открылся проход на выжигатель 2. Но там, но есть трава. В Лиманск попасть непросто. Хмм. А я ведь и сам не прочь в Лиманск попасть. Ну вот, если свидимся, там, может и покажу, если найду до того... Если найду до того тропку на тот выжигатель 2 неведомый. Кстати, ты ведь наверняка дальше в зону уйти хочешь. Так вот, глянь в смартфон. Сегодня открылись многие давно нехожные тропы в зоне. Теперь мы в цене снова. Только через нашего брата-проводника можно в недоступные места дойти. Хотя, обстановка в зоне всё время меняется. И это фарт, наверное, ненадолго. Ооо, а то я вижу в курсах, что в зоне творится. Слушай, не расскажешь мне, что за хрень с переходами в смартфоне теперь? То они есть, то нет. То не видно, а есть. Что за... Ну, в общем, ты понимаешь. Ух, друзья, вот это диаложек. Ну, это простые сталки. По зоне ходят, уткнувшись. Получай.